сегодня мы приготовим традиционный рассольник с почками с перловкой и солеными огурцами предварительно почки замочила на несколько часов крупу перловую точно также залила водой и оставила на несколько часов набухать почки закипятила один раз и просто выливаю эту воду почки споласкиваю и опять их ставлю на плиту заливаю чистой водой кипячу второй раз и точно также полностью выливаю мою и ставлю их варить третий раз и вот уже видно что пены никакой нет ничего из них не выходят перловку тоже отварила практически до готовности теперь ее немножко промою водой и все она будет ждать своего часа почки когда готовы достаю разрезаю пополам и обрезаю только там где мякоть а вот эти все серединки это все выбрасывается все прожилки все серединки только чистое мясо вода лавровый лист перец и теперь закладываем продукты почки перловка которая была заранее отварена ее можно сюда добавить столько сколько надо чтобы не был суп густым и картофель мелко нарезанный и все это варится до готовности картофеля делаем зажарку лук морковь слегка обжариваю и добавляю огурцы можно мелко нарезать можно натереть на терке и тоже слегка притушиваю добавляю одну-две ложки томатной пасты это по желанию перемешиваю и на небольшом огне все это вместе протушиваю когда зажарка готова ее можно выключить и добавить в наш суп перемешиваю пробую на вкус и если не хватает кислоты добавляем рассол из огурцов поэтому он и называется рассольник но также по вкусу можно добавить и соль если недостаточно соли в конце зелень и по желанию если кто хочет чеснок все в общем то суп и готов еще буквально немножко он покипит и можно его уже раскладывать по тарелкам по желанию его можно сделать густым можно сделать пореже и вот такой вот насыщенный получился красивый вкусный пахнущий рассольник также в тарелку добавляется сметанка черный хлебушек и всем приятного аппетита пробуйте у вас обязательно все получится